Памятник В начале августа фашисты начали облаву на мирных жителей. Формальным поводом для этого послужило исчезновение одного немецкого солдата, который, как выяснилось позже, оказался в самовольной отлучке. А в то время у фашистских оккупантов существовал страшный закон. За одного убитого немецкого солдата расстреливали 10 мирных жителей. Из окрестных домов гитлеровцы с автоматами в руках согнали совершенно безвинных мужчин, в том числе подростков и детей. И только одному мальчику удалось чудом избежать страшной казни. Чебичану Давиду Симоновичу тогда было 12 лет. Сегодня он вспоминает об этом трагическом событии. Это, значит, была вторая оккупация во время Отечественной войны 42-го года, в августе месяце, в 6-го, по-моему, утра. В 7-го, около 7-го, с шумом. Мы спали все трое в своем доме. Вот. Непонятная речь, ничего, стук сапог, все это такое. Просыпаюсь, дернулись в наш одеяло, которые были под конвоем. Вывели на улицу. Вывели на улицу и, смотрю, ведут. Ведут соседи, ведут это. Повели через квартал. Вот. Ну, вот, смотрю, там уже народу много было. Вот так. Так что посадили нас под конвоем, рассидели в течение дня. В это время начали приходить с запиской. Брали личных людей. А у немцев был порядок такой, что за одного умершего человека они должны были, солдаты, я имею в виду. Да. У них должен был 10 человек, мирных, мирных людей. Ну, уничтожить, убивать. Вот. Короче говоря, сортировали, сортировали нас. Вот. В это время там стоял, был один русский с нами. Вот. Нас осталось 11 человек. У нас три брата, четвертый двоюродный брат. Вот. В это время какая-то команда была, подалась команда, а часовые стояли через каждые полтора метра друг от друга окружали, сортировали. Когда сортировали, он ударил, палач мне по голове, кровопотек. Вот. Вот сосед мой, пожилой мужчина, сосед мой забрал меня в охапку. Там кабачная ботва проходила, листья крупные. Вот он останавливал меня. И вот этот момент, он сказал, говорит, при чем тут дитя, хоть дитя не отпустите. Или детей отпустите, сейчас я точно не помню. А он пришел, сволочь, палач, ударил по голой спине, который не успевал, он одевает рубашку. Они без рубашки сидели, два или три человека. Вот. Вот он ударил по спине, аж у него образовалось синяк, аж фиолетовый. Вот так вот. Сидел с нами русский, легкого такого телосложения, мужчина, спортивного телосложения. У него был весь мешок. Он весь мешок достал, так и сзади с завязками. Он сказал, что будут, наверное, расстреливать нас. Тут слышу какой-то шум, хам. Значит, видно, внимание, это, отпустили немножко, наверное, этот русский Иван. Иван или как его, я не знаю. Как воробей. Влетел на той стороне, это мы по четной стороне сидели, а на нечетной стороне кукуруза росла. Как вот, во дворе. И вот он в эту кукурузу, а в этот момент заезжает легковая автомобиль, легковая, значит, габридет. Вес фара, все это такое. С дома выходит в это все, но моментально получилось. Тут стрельба, пальба по где-то не больше минуты. Там это все прекратилось. Вот приходит этот, как его, переводчик. Да, с дома выходит какой-то тучный офицер. Он доклад принимает. Вот, видно, что доклад принимает. И вот он потом подходит к нам. Вот. Я смотрю, в этот момент на глубине двора стоял, стояла кухня полевая. Вот. Повар как мешал, вот это вот, что там он мешал, кашу или что там, компот или что-то такое. Вот все, ну, замерло все. Вот он небольшого росточка в очках, с тросточкой в руках, на, ну, китель военной немецкой формы, на все пуговки застенутые. Вот он, что-то с этим, как его, с переводчиком поговорили, поговорили. А вот этот сосед мой, который крово останавливал, когда заливало мне в глаза, смотрит, он потом, этот, который, как его, русской, убежал, нас осталось 10 человек, как у них положено было, значит, за одного человека 10 человек. Вот 10 человек. Почему? Стало 9. Вот поэтому я говорю, что вот этот, вот как его, офицер приезжий, вот, охраной, там 3 человека, охрана была, у него там 3, сзади сидели, вот. Вот он тогда поманил мне пальцем, я даже не обратил внимания, а сосед мне толкает, говорит, иди к тебе, по-моему, отпускает. Я выскочил, вот, и пошел. И он идет впереди к воротам, и мне манит так пальцем. Я шел, шел за ним, он вперед меня вышел за ворота, крикнул, я не знал ничего. Вот. Смотрю, там часовые стоять. Вот. Часовые стояли через каждый, ну, может, 20, может, 30 метров каждый. Вот. И они друг другу передают, что-то я оттуда знаю, они меня пропускают. Я набежал до своего угла улицы, Синявской, вот. И повернул на свою улицу. А это, оказывается, это была известковая колхозная яма, которую здесь гасили. Они до этого известковой ямы стояли друг за другом, они заранее облюбовали это место, чтобы их расстреливать. Да, там сидели и сказали, один пожилой мужчина сказал, с сыном своим сидел, и сказал, говорит, они нас будут расстреливать, смотрите, старайтесь на них не смотреть, зажмурьте глаза, и все это моментально закончится. все это, вот это один, вот это он сказал, отец с сыном сидели. Вот. И вот этот вот русский сказал, да, побегов это. А русского не нашли ни мертвого, ни живого. Если бы они нашли бы его, его убили бы, обязательно привезли, принесли, побросили, показали, для показушек. Вот. Я прибежал домой, тут рев, крик, плач, вот. Через несколько время, значит, этот, как его, слышал стрельба. Потом уже сосед как раз напротив этой известковой ямы был, жил, дом стоял у него, вот по улице Синяшкой, а мы же на окраине жили. Потом уже матери моей сказал, он наблюдал с этого, с укрытия, ему видно было все. Вот. Потом сказал, что по три человека ставили в шерингу, короткой очереди, и затолкали, попадали туда, в эту яму. Два дня держали, два дня. Потом, после двух дней, приходит с колхоза, человек, курьер какой-то, не говорит, пошли, людей хоронить. Вытаскивали оттуда, они уже воняют, они уже все это, плачут, слезы. не было транспорта, не было ни на чем было везти, а в этот район, сельское кладбище. Они там облюбовали место, и там похоронили. Никаких гробов, ничего не было, заворачивали. Простыня там, все это такое, тряпки всякие, обмывали у нас во дворе, и вот так и они отвезли, похоронили. Это известковая яма, когда войны, до войны была эта, известковая яма. Вот. Там силостная яма, и известковая. Мы как раз и на окраине жили, это крайняя улица была. И все, больше что я могу сказать, больше ничего я не могу сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Каждый из тех, кого немец убил, был нашим братом, страдал и любил. Так же, как мы, улыбался весне, милые образы видел во сне. С лаской глядел он на малых детей, счастья хотел для себя и людей. Так же, как я, или так же, как ты, песни певал, и любил он цветы. Столько изведал смертельной тоски каждый, кто пал от немецкой руки. Только подумай, как мучился он, сколько вложил он в последний свой стон. Разве мы можем об этом забыть? Разве мы можем спокойными быть? Слезы убитых напомнит роса, ветер повторит нам их голоса. И,hotsа, Слезы убитых напоминок, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok